Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзаду и Шенбекова. В парламенте сложилась особенно сильная оппозиция. Сегодня это признал лидер коалиционного большинства Исао Миркулов на сегодняшней встрече с журналистами. Однако это он считает хорошим обстоятельством. Это, по его мнению, будет полезно не только для законодательной власти, но и исполнительной. В целом, для государства, демократии и свободы слова, подчеркнул он. Между тем, другой участник встречи, вице-спикер Алтана Мирбекова, напомнила, что ее фракция, Республика Таджурт, всегда относила себя к новому формату. Конструктивная позиция, ведь их главной целью является развитие страны. С чем согласен и Исао Миркулов, назвавший позицию Республики Таджурт правильной. До дня тишины ровно месяц. Иными словами, агитационная кампания предстоящих выборов местной кенеши по Республике началась сегодня. Ее старт официально объявил Центризбирком. Само голосование пройдет 11 декабря вместе с референдумом по внесению поправок в Конституцию. Согласно закону, и политические партии, и самого движенца в течение месяца будут иметь право демонстрировать свои программы и убеждать население голосовать именно за них. Однако сначала эти материалы ТИК проверит на предмет наличия в них запрещенных призывов. Выборы в местной кенеши пройдут в 22 городах и 384 аильных округах. В Бишкеке в предвыборной гонке будут участвовать 14 партий. Если техника готова, а агитаторы бросились в бой, то вот сами избиратели, как выясняется, пока в прострации. Так, почти половина кыргызстанцев не знают о предстоящем референдуме. Такие данные выявлены в ходе опроса, проведенного неправительственными организациями. Из тех же, кто все-таки слышал и готов поддержать идею проведения плебисцита, очень много тех, кто не знает, какие именно изменения вносятся в основной закон. Все это говорит о том, что работа по информированию населения недостаточно. В ЦИК говорят, с сегодняшнего дня рассказывать населению об изменениях будут подробнее. В стране стартует агитационный период. Как авторы, так и противники поправок в основной закон получат бесплатное эфирное время и полосы газет для выражения собственного мнения по вопросу изменений в Конституцию. Подробности в нашем следующем сюжете. Голосовать пойдут, но за что не знают. Примерно такой ответ на вопросы о предстоящем референдуме дали почти половина опрошенных. В преддверии плебисцита коалиция за демократию и гражданское общество опросила граждан по всей республике. Как выяснилось, несмотря на то, что подавляющее большинство граждан поддерживает идею референдума, сами поправки известны далеко не всем. Результаты опроса показали, что 41% населения ничего не знает о проведении референдума. 44% населения поддерживают, и 14% населения не поддерживают инициативу внесения изменений в Конституцию. В целом уровень опроса показал, что информирование населения о проведении референдума является довольно-таки низкой, потому что большинство населения не знают о том, какие инициативы и какие изменения планируется внести в Конституцию. Все это говорит о том, что работа по информированию населения ведется недостаточно. Парламентарии встречаются с избирателями, но из этих бесед люди, видимо, не могут понять всех тонкостей будущих изменений. И, видимо, поэтому президент на всех последних встречах старается донести до собравшихся суть реформ. В декабре этого года мы планируем, я думаю, что и парламент поддержит проведение референдума, на котором будут устранены предпосылки для возрождения авторитаризма в Кыргызстане, укрепления парламентаризма. И, кроме того, там эти поправки позволят нам провести реформы силовых структур и органов прокуратуры, которые позволят кардинально минимизировать количество органов, проверяющих бизнес. То есть это позволит нам создать рай для бизнеса в Кыргызстане. В ЦИКе говорят, теперь и у инициаторов, и у противников референдума будет больше возможностей донести до населения свои точки зрения. В стране стартует период агитации. Но чтобы вести эту работу, агитаторам, как с той, так и с другой стороны баррикад, нужно пройти регистрацию. Вот только пока почему-то те, кто поддерживает референдум, не торопятся сдавать данные в ЦИК. Зато противники зарегистрировали уже целых три группы. Центр избирком говорит, на период агиткомпании всем сторонам будут даны равные условия. Законом также предусмотрены паритетные, скажем так, возможности и для той группы, и для группы за их, за группу против предоставления бесплатного эфирного времени на государственных телерадиоканалах, а также государственных печатных изданиях. Мы, кстати говоря, приняли тоже положение о порядке агитации и, соответственно, разрешать разные формы. То есть это выставление билбордов и проведение круглых столов. До референдума остался один месяц. Поэтому эксперты рекомендуют инициаторам поспешить с разъяснениями. Население в большинстве, конечно, поддерживает поправки в основной закон. Но есть и те, кто еще не определился с позицией. Их, по данным опросов, тоже более 40%. Игорь Потанин, Алтембека, НБКУ, НТС. За хорошее поведение при условии нетяжкого преступления. Более тысячи человек вышли на свободу в результате проведенной амнистии. Помилование осужденные получили в связи с 25-летием независимости республики и столетием национально-освободительного восстания 1916 года. В целом, из мест лишения свободы, таких как исправительные, воспитательные колонии, колонии-поселения и СИЗО, вышли 1277 человек. В то время, как одних выпустили, других задержали подозреваемых в жестоком убийстве женщины, проживавшей в Иссыкатинском районе, сотрудники уголовного розыска считают, что с погибшей жестоко расправились ее близкие. Как предполагает следствие, мать и дочь поссорились. В конфликт вмешался сожитель девушки и убил 46-летнюю женщину. После чего молодые люди избавились от тела, вывезли его на поле и закопали. Преступление, как сообщается, произошло три месяца назад. На пропаже матери еще 11 августа заявила как раз ее 25-летняя дочь и попросила помочь с поисками. Однако во время следствия, как отметили оперативники, их насторожило странное поведение родственников. Выявленные после улики привели к ближайшему окружению погибшей. Пожилые прослезятся, молодые улыбнутся. И если на одних нахлынет ностальгия, то у других возникнет любопытство. Архитектурная конструкция из прошлого в новом исполнении. Знаменитая планетарная модель атома накануне вечером была презентована в Бишкеке. Самый узнаваемый символ старого фрунза установлен на своем историческом месте между двух академий – юридической и академией наук. Ни единого чертежа, лишь старые фотографии, по которым и восстановили образ инсталляции. Ну а сама церемония открытия словно красочное шоу порадовала горожан. Планетарная модель атома была предложена в 1911 году Эрнестом Резерфордом. И до сих пор ее признают и ею пользуются во всем мире. Как следует из названия, ядро представляет собой планету, вокруг которой вращаются спутники, как электроны вокруг атома. То, что можно увидеть только в так называемый туннельный или атомный силовой микроскоп, между тем, предстало в огромном масштабе перед тогда еще жителями города Фрунза в 60-х годах. Инсталляция появилась напротив Академии наук, как символ науки, и стала буквально визитной карточкой столицы. Но в 90-х годах конструкция была разрушена и демонтирована. Вопрос о ее возвращении на историческое место в течение многих лет поднимали деятели и научной среды, и образование. Это проект такой социальный, вспомнить наш город, старый город Фрунзе, потому что мы считаем, что у любого города своя история, есть свои памятные места, которые надо сохранять. Вот это место такое было. Многие наши горожане старшего поколения помнят это место. Здесь назначали свидания, это было на открытках, на почтовых марках, поэтому это воссоздание истории нашего города. С другой стороны, это такой знак, что и молодежь, и молодое поколение не должно просто сидеть ждать, когда ему сделают город красивым, уютным, а что-то сами должны. Мы, горожане, что-то вкладывать, делать. Легендарную для нашего города архитектурную композицию восстанавливали за счет спонсоров. Официальное открытие приурочили ко Дню науки. Можно включить воображение и представить, как электроны развивают огромную скорость и хаотично движутся вокруг ядра. По многому, реинкарнации модели атома удалось добиться и не без содействия этому муниципалитету. Некоторые сложности с арендой этого участка земли уладили довольно быстро. Земля была отдана под рекламное пространство. Здесь стоял огромный большой щит. И поэтому мы отменили этот договор. Сейчас это клумба. И стоит на своем историческом месте модель атома, которая была испоконна. Изначально здесь стояла. Новая композиция сделана из современных материалов и оснащена светодиодами. Поэтому будет радовать глаз жителей и гостей столицы не только светлое время суток. Сегодняшний день, я думаю, для бишкекчан, для нас, горожан, запомнится надолго. Потому что открытие данной модели атома именно в День науки, это показывает о том, насколько важное значение наука занимает в жизни каждого кыргызстанца. О том, насколько большое значение она занимает именно для Кыргызстана. И я думаю, каждый кыргызстанец, каждый ученик, когда будет проезжать возле этой модели, он задумается о том, что для него есть наука. И из-за этого я считаю, что этот день был грандиозным, запоминающимся. Для нас это сегодня было такое знаменательное событие, поистине историческое событие. Планетарная модель атома, она вернулась на свое историческое место. Спасибо огромное инициаторам, большое спасибо. И сегодня такой праздник, такое освещение, такая иллюминация. Это на самом деле такие яркие впечатления. Никаких чертежей прежней конструкции не сохранилось. В этом-то и была сложность воплощения идеи в жизнь. Архитекторам пришлось восстанавливать масштабы и пропорции проекта планетарной модели атома, используя архивные фотографии и учитывая действующие троллейбусные линии. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС. Аллею государственных деятелей пополнил бюст Турдакуну Соболееву. На торжественном открытии присутствовали известные политики и чиновники Кыргызстана во главе с премьер-министром Сорунбаем Джиенбековым. Родственники выдающегося руководителя и, разумеется, горожане. Четверть века Турдакун Усоболеев стоял у руля республики в период советской эпохи. С 1961 по 1985 годы, когда он занимал должность первого секретаря Компартии Киргизской СССР, Быстрыми темпами развивалась промышленность и сельское хозяйство, наука и образование массово возводились. Жилые микрорайоны и крупнейшие архитектурные сооружения, такие как комплекс на площади Аллато и Победы, построенный Токтагульская ГЭС и ряд других электростанций. Турдакун Усоболеев скончался на 96-м году жизни, 7 сентября прошлого года. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.